И днём, и ночью реконструкция бульвара архитекторов на Левом берегу перешла в круглосуточный режим. До конца года необходимо разобрать и переустроить почти 4 километра дорожного полотна. Сейчас полностью перекрыты три перекрёстка с бульваром. Пути объезда были разработаны и утверждены заранее. Ознакомиться можно на официальном сайте мэрии. Необходимо учитывать капризное и короткое сибирское лето. В жатых условиях мы, соответственно, подбирали этапы перекрытия с учётом освобождения фронта работ. Здесь на дороге много сетей инженерных, поэтому по мере освобождения данных сетей мы приступаем к дорожным работам. Ранее, это в прошлом году, в начале этого года, мы информировали жителей о предварительных сроках перекрытия. Соответственно, сейчас эти сроки подошли, но это неизбежность, это необходимо. По итогу жители получат полноценный бульвар. Ночная активность рабочих привлекает внимание местных жителей. В мэрии отмечают работы разграничены, а подрядная организация проводит дополнительные инструктажи с вечерней сменой. Днём фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборка дорожной одежды, устройство ливневой канализации, переустройство наружных сетей газоснабжения. Ночью работы с минимальным уровнем шума. На перекрёстке бульвара с улицы Волгоградской асфальтобетонное покрытие уже снято. Идёт разбор старой дороги до земляного основания. Глубина около полутора метров. Грунт, суглинок, чернозём. Состав дорожной одежды нужно заменить на современный конструктив в соответствии с нормами. Каждый участок таит в себе какие-то таинственные вещи, потому что это реконструкция старой дороги. Реконструкция, как вы видели, достаточно глубинная. Это сети, родники, нестандартные, скажем так, бетонные конструкции. Нашли здесь плиты Сибади, которые когда-то были устроены на одном из участков. Это обычная работа, в рабочем порядке разбираемся. Сети, в том числе неучтённые, ещё одна проблема, которая усложняет реконструкцию. Необходимо заменить около 200 линий инженерных коммуникаций. Это по проекту. Однако под землёй их оказалось больше. Многих просто не было на карте. Много сетей, которые строились ещё в советский довольно ранний период, которые не наносились ни на один планшет. Это тоже усложняет процессы строительства, как по срокам, так и по участкам движения. Проектная организация, дорожная организация постоянно реагирует на данные изменения. Где-то ускоряется, где-то быстрее переустраивает. Готовность объекта сейчас около 30%. Перекрёсток 70 лет октября с улицы Степанца открыт. На очереди пересечения с улицами Ватутина и Волгоградской. Движение там планируют возобновить к сентябрю. К этому моменту глубины и дорожные работы уже будут завершены. После подрядчик приступит к укладке асфальта, обустройству велосипедных дорожек и тротуаров, остановочных павильонов и прокладке троллейбусной сети. По обновлённому бульвару запустят электрический транспорт. Здесь же для него появится большая разворотная площадка.